И вот некто подошедший сказал ему, учитель благой, что сделать недоброго, чтобы иметь жизнь вечную? Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным человеком, пойди, продай собственность свою и раздай ее нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною. То есть идея в чем заключается? В том, что у человека по судьбе, когда он делает свои какие-то благие дела, у него всегда копятся сокровища. В зависимости от того, как он понимает свое счастье, там и будет копиться сокровище. То есть если он читает, что сокровище – это хорошая семья, значит, что у него будет копиться в сторону хорошей семьи. Если он читает, что хорошее сокровище – это большой дом, значит, что у него будет копиться в сторону большого дома. Если он читает, что сокровище – это следующая жизнь, что он копит на следующую жизнь, тогда сокровище пойдет в следующую жизнь. За что боролся, на то и напоролся. То есть, надо просто одни люди воспринимать свою жизнь очень убого. То есть, в основном живут для того, что вот Бог сейчас даст, и слава Богу. А надо воспринимать жизнь вечную свою, вечную жизнь. То есть, для вечного действовать больше, в сторону вечности направить свою жизнь. Это очень правильное мышление. Я, когда были откровения, медитировал на своей прошлой жизни, то я увидел, что где-то, может быть, 400-500 лет назад я встретил святого человека. То есть, он как будто такой сияющий был. Я, по-моему, был в женском теле, и я даже до стоп дотронуться не успел. То есть, я просто увидел этого человека, и он быстро ушел. Ну, встретил его просто, увидел его. И этот образ так сильно запечатлел в памяти, в психике, что всю эту жизнь я как бы думал о нем, поклонялся ему. В следующей жизни я родился, начав заниматься духовной практикой. Но в конце этой жизни я кого-то оскорбил. То есть, то ли старших, то ли возвышенных каких-то людей оскорбил. Начал плохо думать. В результате, в следующей жизни я родился уже, ну, человеком, который был склонен к деградации. И в следующей жизни я деградировал, и после этого родился в животной форме жизни. Несколько жизней было в животной форме жизни. Потом опять я родился где-то там, ну, после животной формы жизни уже в недоразвитых районах обычно рождать. Вот. И первая жизнь была такая полуосознанная. Потом я начал заниматься какой-то медицинской практикой лечебной. Там шаманить стал, там кого-то от духов изгонял. Что-то такое. И в прошлой жизни я почувствовал, что нужно заниматься духовной практикой в конце жизни. И все равно плохая карма осталась. Я родился в тяжелой ситуации в этой жизни. На севере, в северном городе, то есть пропитый город. Такой тяжелой атмосферой тогда была. И так далее. И благодаря тому, что я встретил этого святого человека, эта память, она все это время, все эти много жизней была со мной. И она в этой жизни вспыхнула в сердце. Благодаря страданиям, вот этим всем мучениям, она вспыхнула в сердце. И пошла за мной дальше, вперед. Какой бы вы сделали вывод из этого всего? А я сделал такой вывод, что самая главная ценность – это встретить святого человека. Чтобы с тобой не происходило, ты все равно потом вывернет тебя куда надо. Если ты почувствовал чистоту вот эту человеческую, ты не можешь уже дальше жить неправильно. Тебя все равно вывернет куда надо, через сколько-то жизней там много-мало. Не имеет значения. Не дом строить, не к этому стремиться. Не дом строить, не жену найти хорошую. А искать святость. В этом цель человеческой жизни. Нет других целей в человеческой жизни. Потому что это никогда не может позабыться. Эта энергия чистоты, она сохраняется в сердце, она неуничтожима. Она не разрушается ничем, ни временем, ни жизнями, ни животных телах жизни. Ничем не разрушается. Как нечувствителен и равнодушен чужому горе бывает человек богатый. Талмуд. Да, человек наслаждается земным счастьем, он тупеет. Это касается не только богатого человека. Любой человек, вот влюбился человек, допустим, он испытывает земное счастье хорошее. Влюбился, влюбленность. Он тупеет к чужому горе. Он не может воспринимать горе уже. Ему безразлично, что происходит с окружающим. Главное, что ему хорошо. Человек, который аскезы совершает в жизни, у него трудная жизнь, тяжелая жизнь, чувства обостряются. К чужому горе воспринимает лучше то, что происходит вокруг. Человек легче ориентируется, кому помочь, у кого какое горе. Не только богатство, слава отупляет человека. Человек чуть-чуть прославился, он уже не способен воспринимать страдания другие и так далее. Все. Мы можем видеть, как люди, которые имеют высокое положение, легко осуждают на длительные сроки лишения свободы людей и других. Они легко наказывают, выгоняют с работы. У них нет никаких проблем распоряжаться с человеческими судьбами. Вообще никаких проблем нет. Потому что они абсолютно уверены, что у них в жизни все будет хорошо. Не беспокоятся за свою судьбу совсем. И делают, что хотят, вытворяют с людьми. Причина такая. То, к чему так люди сильно стремятся в этом мире, то и является петлей разрушающих жизнь. Поэтому этот мир называется самсара. Самсара означает колесо, замкнутый круг. И у нас в жизни очень сильно манит самсара. Мы хотим счастья, земного счастья. Мы хотим богатства, красоты, любви земной. Мы хотим славы, почета какого-то. Каждый человек это хочет. И это приводит его, смотрите, какая интересная цепочка. Чем больше человек испытывает счастья материального, чем больше он как личность нравственно деградирует. Он теряет вот это чувство совести, чистоты в отношениях с людьми, тактичности, смирения. Становится гордым, спесивым. То есть чем больше человек благочестия приобретает на пути счастья, тем больше он деградирует нравственно. Потом опять оскорбляет возвышенных людей, деградирует. И потом опять поднимается, опять деградирует. Колесо получается, видите? То есть чем человек больше страдает, тем он больше очищается нравственно. Чем больше очищается нравственно, тем больше повышается статус его в обществе. Повышившись, он опять становится спесивым и опять начинает от этого деградировать. Это колесо называется колесом самсары. Люди, когда это колесо раскручивается сильно, они достигают райских планет, где наслаждаются жизнью, потом опускаются на низшие планеты, там страдают, очищаются, опять возвышаются до райских планет. Вот так все время крутится это колесо. Бесконечное колесо самсары. И не найти пути из лабиринта. Пока человек не начинает духовными ценностями интересоваться, он не сможет вырваться из этого круга. Манит, манит, манит карусель, путешествие по замкнутому кругу. Помните, Пугачева пела? Успенская, да? Неважно, я давно не слушаю уже. Сделали ты своему ближнему зло, хотя бы и небольшое, считай таково большим. А если сделал ты ему большое добро, считай его маловажным. Небольшое же добро, оказанное тебе другим, считай большим. Если ты сделал кому-то большое зло, ближнему зло небольшое, считай его большим. Иначе ты деградируешь. Потому что когда ты небольшое зло делаешь, что происходит? Тайно, незаметно, судьба уводит тебя с пути истины. Небольшое зло сделать достаточно. Считай это очень важным, что ты сделал небольшое зло, пытайся всеми силами исправиться, раскаиваться. Хороший человек, плохой человек, достоин, недостоин, не имеет значения. Мы не можем судить, определять, хорошее, нехорошее. Мы не можем это сделать. Мы не решаем эти вопросы. Наше решение может быть ошибочным, результат печальный всегда. А сделал ты ему большое добро, не считай это сильно большой заслугой своей. Потому что чем меньше я считаю, тем больше Бог считает. Мы с вами говорили, что или я сам себя награждаю, или меня Бог награждает. Если я сам себя награждаю, я хочу не того, что мне нужно на самом деле. Бог награждает, знает точно, что нам надо. Тогда сделал доброе дело, не считая его сильно большим. Уходи от этой мысли. Потому что все равно только по милости старших мы делаем свои добрые дела. Поэтому чего гордиться особо? Нечем особенно гордиться. Небольшое же добро, оказанное тебе, другими людьми, считай очень большим. Потому что это есть очень хорошая возможность увидеть чистоту человеческую. Те, кто это доброе сделал, сразу душа у него высвечивается. Душу видишь, благословлен. Душу видишь, благословлен. Видишь плохое в человеке, проклят. Душу видишь в человеке, благословлен. Надо радоваться любым проявлениям души. Небольшое что-то сделать человек, надо об этом всегда помнить, пытаться помнить. Так с помощью разума человек может вывести себя на счастливую жизнь. Удача может сопутствовать ему в жизни. Благословение Божие снизойдет на того, кто дает бедному. Двойное благословление починит на том, кто при этом встречает и провожает его ласково. И с другой стороны, ты идешь мимо храма, бросаешь монетку, человеку бросаешь монетку, он сидит с пожертвованием. И если ты бросил пренебрежительно чуть-чуть, а это оказался святой человек, то ты за это совершаешь оскорбление и деградируешь. То есть можно дать мало, но очень ласково. Это будет как бы хорошо. Но если ты дашь много и пренебрежительно, ты можешь деградировать, потому что ты можешь святому человеку это дать. Ты не знаешь, что там сидит. Потому что там святой человек сидит. Откуда ты знаешь? Более возвышенного человека разглядеть практически невозможно. А то, что нам кажется менее возвышенным, иногда мы ошибаемся. Потому что мы людей судим по себе всегда. Более возвышенного трудно понять, потому что мы это только служаем, усиленно, интенсивно поклоняясь более возвышенному человеку можно его разглядеть. Когда очень сильно служишь мысленно возвышенному человеку, сразу все благочестие. Допустим, я взял и покланялся человеку. В этот момент его благочестие перешло на меня, и я понял, кому я покланялся. Только после этого. Сразу невозможно понять. Когда ты покланялся, послужил человеку, его чистота тебя коснулась после этого. Это талмуд. Всякому созданию полезно не только все то, что посылается ему проведением, но и в то же самое время, когда оно посылается. Очень полезно понять, почему и когда тебе пришло счастье. В чем причина, когда это произошло, полезно это изучать. Что-то хорошее произошло с тобой, полезно изучить, в какое время это произошло. Ты должен понять, почему. Надо логику вещей понять. Логика важнее, чем то, что произошло хорошее. Сама логика важнее. Потому что эта логика поможет не только тебе, но и другим. Она дает веру. Вера важнее, чем хорошие вещи, которые приходят к нам в жизни. Допустим, я помолился, и молитва уничтожила какую-то проблему. Само по себе, что проблема уничтожилась, это хорошо. Но молитва, которая это сделала, сама по себе еще более важную роль играет, потому что это вызовет стойкую, стопроцентную веру в моей психике Бога. Я буду точно знать уже, как это работает. и в следующий раз я могу этим воспользоваться. Когда беда наступит, я буду думать о Боге уже, зная, что это победа. Заранее зная, что это победа. Видите, у девушки произошло несчастье, близкий человек попал в беду. Какая реакция? Слезы, отчаяние, отупение внутреннее. Почему? Потому что мы хотим наслаждаться жизнью. Мы не готовы отдавать силы. Близкому человеку плохо стало, что это значит? Вот прямо сейчас иди и отдавай силы. Молись. Мы не хотим отдавать силы. Олег Геннадьевич, пожалуйста, вы отдайте силы. Вы помолитесь, мы, у меня нет, ни веры, ни сил, ни желания молиться. Вы, Олег Геннадьевич, помолитесь. И Олег Геннадьевич идет и молится с утра за чужого человека совершенно, которого он никогда не знал. Отдает свои силы душевные. А душевные силы отдавать непросто. Видите, мы даже за своих не хотим отдавать, нам легче поплакать. Не то, что за чужих. Понимаете, о чем я сейчас говорю или нет? Надо учиться жить правильно. Нужно совершать усилия каждый день для этого. Придет время, это сторится и окупится, когда мы привыкли молитву читать, отдавать свои силы, когда привыкли, приходит время, и судьба побеждает естественным образом, таким образом. «О, как счастливы мы, проживая без ненависти к ненавидящим нас! Как счастливы мы, если среди ненавидящих мы живем в таком настроении! О, как счастливы мы, свободны от жадности среди жадных! Среди людей, снедаемых жадностью, живем мы, свободны от нее! Как счастливы мы! О, как счастливы мы, ничего не называя своим! Светлым Богом, подобны мы, напоенные святостью, если живем, ничего не считая своим! Гудийская мудрость! Очень трудно, когда тебя ненавидят, сердце тебе выскребают, очень трудно, не обидеться, не огорчиться! Обычно люди просто делают то же самое! Но здравомыслящий человек не совершает действия, прежде чем он не понял, что происходит! Смотрите, обычный человек сразу реагирует! Сам козел! Вот, разумный человек что делает? Смотрите, есть три светофора! Первый светофор, красный, неразумный, сам козел! Второй светофор, желтый, может так неправильно? Я не хочу сразу реагировать, желтый я включаю, желтый означает, мне плохо, тяжело, хочу сказать плохое слово, но я же хочу быть разумным, я не хочу быть глупым человеком, включая желтый светофор, мне плохо, хочу сказать плохое слово, но не говорю, включая желтый светофор, Иду к алтарю, начинаю молиться. Молиться начал, зеленый светофор включился. Зеленый означает, да, согласен. Я иногда должен быть наказан судьбой. Мне плохо сказали, значит, я достоин этого. Но все равно больно остается. Я молюсь дальше. И в конце концов я осознаю, что самое лучшее – это просто прощать. Потому что в это время ты очищаешься от грехов. Люди тоже не звереют от того, что ты их ненавидишь. Те, кто тебя ненавидят, если ты их ненавидишь, они еще больше будут ненавидеть. Они вообще отупеют просто от этого. Они и так уже отупевшие, еще больше отупеют. Но если ты не ненавидишь, их ненависть гаснет, начинает. Они не могут ненавидеть, нужна поддержка какая-то. Человек не сразу режет другого человека ножом. Он приставляет живот к ножу, смотрит реакцию. Если доброта, то ненависть гаснет. Нож опускается. Очень трудно зарезать человека, который на тебя смотрит добрыми глазами в это время. Я разошел в юности еще, мне было где-то 20 лет. Я шел в Самаре, учился в мединституте, шел на первом курсе по парку. И ко мне подошел человек, поставил нож к животу, давать деньги. А я в спортивном костюме, спортом занимаюсь. Я говорю, у меня нет денег с собой, но есть дома. Если хотите, я могу дать денег вам, если со мной пройдете. И так по-доброму к нему. Напустил нож, пошел со мной. И он спросил, где я живу, я сказал, вот я студент, учусь в мединституте, туда-сё. Разговорили с ним. И он говорит, я на самом деле тебя провожаю, потому что здесь много всяких сшатается. Я буду тебя защищать. Он меня проводил до дома, защищал меня. Мы с ним познакомились, подружились, так разошлись. Но если бы я на него разозлился, я тогда был крепким человеком, то есть я был таким атлетичным, я мог бы сопротивляться. Я мог бы заработать себе уродство какое-то или его искалечить. Но все обошлось спокойно. Так? Сомнения в глазах какие-то? А? Зарезал бы. Страх зарезал бы. Злоба зарезал бы. Или изуродовал. Есть только два варианта. Или мужественно защищаться, или простить сразу. И то, и другое сила. Есть тонкая сила брахманическая. Брахманическая означает сила ученого человека. Она, эта сила предвосхищает события. Ученый человек предвосхищает события. Есть другая природа людей. Есть по природе люди воины. Кшатри. То есть они сражаются всегда. Они считаются. И для них сражение – это великая удача. Великое счастье в жизни. Пострадаться за правое дело. Нельзя подставлять на улице ножи к животу. Ты раз выбил нож, стал сражаться. За правду. Не за свою жизнь, за правду. Нельзя так поступать. Неправильно. Кшатри так себя ведет. Вальше торгуется. Говорит, не забирай у меня жизнь, у меня есть деньги. И Шудра просто падает на колени. Говорит, простите меня. У меня ничего нет, но я предаюсь вам. Видите, есть четыре сословия, четыре вида разума у людей. И каждый должен поступать в соответствии с своим разумом. То и другое является благочестивым поступком. Сражение без злобы. Но когда человек прощает того, кто его ненавидит, он обретает счастье. Радуется от счастья. Ему, когда особенно выскребают из сердца все, что его разлило, он прощает полностью. Он наслаждается счастьем. Ему хорошо становится. Испытывает счастье большое. Вот так вот, сгребает. Как там? Ну-ка покажите. Там. Ну раз, простил, и все. Вот смотрите, все вокруг чего-то хотят. А вы тоже этого хотели, и потом раз, и перехотели. А помолились, помолились, раз, и перехотели. Представляете, какое счастье. Все вокруг хотят чего-то. А вы спокойны. Ну, вы с большой счастьем. Как счастливы мы свободны от жадности среди жадных. Когда человек, когда человек, хорошая стоянка на пути. Когда человек не считает здесь ничего своим, и считает, что все это временно. Мы просто здесь временно находимся на земле. Это не значит, что он лишается всего. Он не лишается. Но он не страдает. Вот представьте, стульчик сломался, мой стульчик сломался. Чувствуете разницу? Очень большая разница. Люди иногда с ума сходят. От того, что что-то они теряют дорогое. Мое. Почему люди бесятся, когда близкий человек, допустим, влюбился мужчина. Мужчины влюбляются, потому что женщины рвут крышу мужчин. Делают это неосознанно совершенно. Просто улыбаются мужчине. Порвало ему крышу. И тот ходит за ней. Он женатый. И она думает, вот разведешься, тогда будем думать. А это передается все эти мысли. Он раз развелся. И потом говорит, а я не женатый на самом деле. Давай жениться будем. Сорвало его крышу ему. Все. Он бросил жену, детей. Ты куда от детей? От жены, от детей. Бросил все. И женщина осталась от нас злиться страшно на него. Он просто заболел. Он больной просто. Разум сорвало. Крышу сорвало у человека. Но только любовью можно выречить разум. Надо прийти с любовью и сказать. У нас детишки. Тебя все равно мы любим. Даже если ты нас бросил. Мы тебя все равно любим. Продолжаем тебя ждать. Возвращайся. Холодным утром. Возвращайся. Мне очень трудно. Возвращайся. И оставайся. Возвращайся. Я без тебя устал. Да? Спокойно. Подобранно. Человек испытывает счастье в это время. Он побеждает судьбу таким образом. Потому что тот человек, который увидел такую реакцию на свое поведение, он видит святость перед собой. Это всегда очень привлекательно. Когда он видит святость, он это запоминает. У него очень отпечатляется это в сердце. И он постоянно об этом думать начинает. Человек не может отказаться от чистой любви, от чистого образа. Когда чистый поступок кто-то совершает, от этого чистого образа невозможно отвернуться, отказаться. Он постоянно в сердце находится. Крутится в сердце. Чистый образ. Чистая память о чистом событии. У меня такая светлая, чистая жена была. Но я тебя полюбил. Понимаете? Но если жена не чистая, не светлая, тогда все обычно. Она меня ненавидит, тем более я с ней жить не буду. Я же полюбил, поэтому ушел. Человек свою влюбленность воспринимает как святость. Хотя влюбленность это просто... Мы сейчас с Александром Хакимовым за обедом рассуждали. Влюбленность это просто... В наше время она в основном под влиянием духов совершается. Потому что раньше люди как влюблялись? Они встречались очень аккуратно. Ну, то есть, родители обычно знакомили людей. Они даже не целовались раньше, чем они не поженятся. Не было такое, вот знаете, наслаждение телом друг друга. Такого не было раньше. В белые времена. В отношениях. Зачатие детей происходило в священный обряд. Это священный обряд был зачатие детей. Вне зачатия люди сексом вообще не занимались. Они хранили целомудрую чистоту даже в семейных отношениях. Сейчас даже влюбленность друг к другу обычно демоническая. Демоническую природу имеет, потому что люди наслаждаются друг другом просто. Они влюбляются, наслаждаются. Потом, если они чувствуют, наслаждают друг друга хорошо. Наслаждение остается. Значит, женимся. Не остается, пошел вон скотина. И все. Это демонизм, понимаете? Это не божественная вещь. Но люди такую любовь демоническую тоже воспринимают как божественную. Кажется, что это божественное все. Влюбленность кажется божественной. Хотя влюбленность может быть и духами навязана. Не только высшими существами. Влюбленность не всегда божественную природу имеет. Тогда демоническую. Тогда божественную. Божественная любовь никогда ничего не разрушает. Допустим, если бы появилась божественная любовь, семья не разрушится об этого человека. Не может божественный человек разрушить чужую семью. На чужих костях счастье не построишь. Поэтому это все демонизм. Когда я разрушаю свою семью, ухожу к другому, это демонизм. Все это не божественно. Понимаете? Понимаете, когда человек всегда считал свою жену или своего мужа просто тем, кого дал Бог. И он просто служил близкому человеку, благодарностью за судьбу служил. Близкому человеку сорвал крышу. Это я к теории говорю. Потому что если ты для Бога живешь рядом с близким человеком, ему с благодарностью служишь, его оторвать от тебя невозможно. Ну просто невозможно. Потому что он такое чувство внутри испытывает от такой жизни, что он не может оторваться. Эта красота вся женская, она блекнет перед чистотой, которая возникает между людьми, когда они создают настоящее отношение. Вся любая красота женская просто блекнет. Она не может никак сравниться с красотой души. Красота женская просто внешне привлекает человека. Она нужна для того, чтобы создавать семьи. Очаровывает. Это примагничивающая сила, очаровывающая, срывающая разум. Но настоящая любовь между людьми возникает, когда они ведут друг с другом себя возвышенно. Тогда возникает такая любовь, которую уже не разорвешь. Но даже пусть разорвешь. Предположим, кто-то увел жену, а ты к ней относился честно всю жизнь. Не считал ее своей собственностью, просто служил ей во имя Бога. Ты не будешь страдать, будешь правильно продолжать к ней относиться. И это вызовет счастье в сердце, чувство победы над судьбой. Обычно все возвращается назад. Человек раскаивается, возвращается. Обычно так будет. Если нет, то Бог еще лучше даст. Лошадь спасается от врага своим быстрым бегом. Она несчастна не тогда, когда не может быть петухом, а тогда, когда потеряла то, что ей дано, свой быстрый бег. Каждый человек по своей природе живет. Женщина не должна беспокоиться о том, что не нет силы. Кому-то морду набить. Она должна беспокоиться о том, что у нее нет силы так себя повести, чтобы человек ее не оскорблял. Ведь женщина сильнее, чем мужчина в этом плане. Она может так себя вести, что никто ее до нее пальцем не дотроится. Одна девушка распространяла духовную литературу. Она же зашла в один подъезд, чтобы по квартирам ходить. И в подъезде ее встретил преступник. Человек, который хотел ее изнасиловать. Он взял ее вот так вот за руки, зажал. И она спокойно глядя ему в лицо, то она слабее его, она ничего не может с ним сделать. Она начала повторять молитву, защитную молитву, призывать Бога. И этот человек обмяк. Он говорит, закрой рот. Она повторяет. Он пытался ей рот зажать, чтобы она не повторяла. Не получилось. Рука не поднимается. И он просто ушел. Оставил ее в покое. Не стал издеваться над ней. Реальный факт. Женщина должна быть женщиной. Действовать по жене. У женщины есть сила или нет? Женская сила. И женская сила, и есть мужская сила. Каждый должен оставаться самим собой. Мужчина не должен рисоваться. Некоторые мужчины так очень одеваются. Рисуются. Девушка. Ну зачем? Ты же мужик. Зачем тебе это надо? Мужчина красив строгостью своей, ответственностью, серьезностью, смелостью, мужеством, спокойствием, разумностью, молчаливостью. Зачем тебе девушку делать, если ты мужчина? Так? Ребенок не должен делать взрослый вид ходить. Деловой такой. Ну ты ребенок, играйся. Будь ребенком. Каждый должен быть самим собой. Собака имеет чутье, когда она лишается того, что ей дано, своего чутья. Она несчастна. А не бывает несчастна тогда, когда он не может летать. Точно так же и человек становится несчастным не тогда, когда он не может осилить медведя или льва, или злых людей, а тогда, когда он теряет, что ему дано. Доброту и рассудительность. Если человек теряет доброту, то, что нам дано от Бога, доброту и рассудительность, значит, он становится несчастным. Злой человек несчастный всегда. Недовольный человек несчастный. Недовольным стал, стал несчастным. Стал удовлетворенным, добрым. Удовлетворенно значит добрый. Стал счастливым. Перестал задумываться о том, как жить. Стал несчастным. Суета захватил. Побежал куда-то. Начал задумываться, успокоился. Не то жалко, что человек родился или умер, что он лишился своих денег, дома, имения. Все это не принадлежит человеку. Жалко, откройте окна. Окна откройте. Дышать нечем. Хотя бы шторки откройте. Если вам холодно, отсядьте от этого места, потому что в зале не хватает кислорода. Согласны? Согласны. Пожалуйста, если кто-то контролирует шторы, сидя рядом с ними, надо отсесть там, где не дует. Не лишайте других людей возможности получать воздух. Иначе лекция не будет проходить эффективно. Музыку, да, это тоже хорошо и правильно сказано. Забыл музыку включить. Видите, тяжело, да, без музыки? Сейчас, что-нибудь включи. И так, когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую руку. Иисус же просил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки. Душа человеческая не добровольно, а силой отвращается от правды, умеренности, справедливости и добра. Чем яснее это уразумеешь, тем короче отнесешься к людям. Смотрите, важно понять такую вещь, что в этом мире существует сила, притягивающая наше сознание. Это желание наслаждаться этим миром, это сила. Это не то, что вот люди сами захотели, они когда-то захотели давно, но когда мы попали в этот мир, то здесь есть сила, которая постоянно нас манит. Манит сила. Хочется богатства, хочется красоты, хочется денег, хочется наслаждаться этим миром. Душа недобровольна, человеческая сила отвращается от правды, силой этого мира, силой природы. Она силой отвращается от умеренности, потому что очень вкусно кормит. Невозможно устоять. Хочется кушать и кушать, и ничего не сделаешь. Она силой отвращается от справедливости, силой отвращается от добра. Какая сила? Вот допустим, между мужем и женой заложена такая сила в отношениях, что люди силой отвращаются от добра, становятся злыми в личной жизни. Злыми становятся. Это происходит независимо, хотим мы этого или нет. Причина – желание наслаждаться друг другом. Будильник, пора вставать. Надо просыпаться уже, лекция уже скоро закончится. А может, это вам позвенило, а не мне? Итак, когда муж и жена хотят наслаждаться жизнью, это приводит всегда к страданию. Когда мы начинаем в семье служить Богу, это всегда приводит к счастью. Вот я сейчас сказал эту фразу, вы думаете, Олег Геннадь, что ты сочиняешь? Это законы, я вам говорю сейчас законы, которые невозможно сразу понять, это надо видеть, чувствовать. Сама идея наслаждаться в этом мире, она всегда предосудительна. А когда человек соединяется в семейную жизнь, это самое сильное наслаждение. Люди наслаждаются естественным образом друг другом и детьми. Чем больше наслаждаешься детьми, тем больше они наглеют. Прямо на глазах портятся дети, когда ты начинаешь развлекаться с помощью них. Чем больше наслаждаешься близким человеком, тем больше скандалов возникает. И это все происходит не потому, что мы добровольно хотим так делать, а потому что мы не знаем законов. У нас нет знания, у нас нет внутренней потребности, возможности, способа нет, оторваться от всего этого. Не знаем, как отрываться. Когда человек это все знает, мудрый человек, он не сильно ругает людей за то, что они вот так с ума сходят. По факту, что ругать-то? Это же просто страдание. Люди думают, что они счастливы, а они страдают просто так. Зачем их ругать? Если человек, допустим, мучается от чего-то, ему отрезало ногу, ну возьми его поругай еще. Ему легче не станет от этого. Марк Аврели. Видите, таким образом мудрый человек, он по-другому совсем смотрит на мир. У него другое восприятие, потому что его жизнь, она заставляет его так смотреть на мир, по-другому. Более мудрое сознание. Он видит людей, как они как во сне живут, часто делают глупости. И он понимает, что им не хватает знания просто, и все. То есть они просто нуждаются в развитии. Вы устали, наверное, от лекции? Я смотрю, так немножко, у вас кисловато такое. Да? Вопрос-ответ хотите? Давайте, хорошо. Ваши вопросы? Дальше, да? Вот новая тема по этому семинару, который я подготовил для Москвы. Природа конфликтов. Разница между человеком разумным и неразумным состоит в том, что неразумный человек постоянно волнуется и жалеет о том, что от него не зависит. Например, о своем ребенке, отце, братье, делах своих, своем имуществе. Разумному человеку, если ей случается, беспокоиться и печалиться только о том, что зависит прямо от него. Что касается его собственных мыслей, собственных побуждений, собственных поступков. То есть разумный человек печалится о своей внутренней жизни. Неразумный человек печалится о том, что делают по отношению к нему другие люди. А что по отношению к нам делают другие люди? Они просто выполняют нашу карму и все. Они нас мучают по закону. Вот если палач, допустим, тебя наказывает, что печалится? Это просто по закону происходит. Надо печалиться от того, что ты не сделал что-то в жизни правильно, поэтому туда попал к этому палачу. Вот об этом надо печалиться. Но когда ты печалишься о том, что ты сделал неправильно в своей жизни, это не вызывает страдания. Какой вопрос? Я думаю, что да. Но бывает так, что палачу нечего больше делать, ему надо наказывать. Это его долг. Должен наказывать людей. Допустим, стоит печалиться родителю, что ему надо наказывать своего ребенка. Он обязан наказывать. Мальчика наказывать силой. Можно по заднице хлопать. А девочку надо наказывать строгостью. Наказывать все равно придется. Допустим, у кого-то есть младшие. Младших придется наказывать по-любому. Не наказывать будешь, будет грех. Они будут деградировать. Тебе придется наказывать. Мы все палачи здесь, в этом мире. Жена наказывает мужа постоянно. Жена видит все недостатки мужа, и недостатки мужа вызывают в ней... И очень трудно. Муж видит недостатки жены, и они вызывают в нем, и они друг друга наказывают постоянно. Природа все предусмотрена. Мы все палачи, друг по отношению к другу. Кто никого не наказывает никогда в жизни? Поднимите руку. Никогда никого не наказывают. Есть такие? Ни одного человека. Все наказывают, правильно? Если же с разумным человеком случается когда-нибудь неприятность, или он попадает в какое-нибудь затруднение, то он не обвиняет в этом других. Но мы всегда склонны обвинять в наших неприятностях других людей. Разумный человек соображает, что если внешнее от нас зависящее становится для нас неприятностью или затруднением, то это значит, что во мне самом что-то не так. Зачем же тогда беспокоиться об этом? Если у меня что-то не так, надо это исправлять, а не беспокоиться. Таким образом, разумный человек не страдает. Он просто испытывает трудности, попытается понять разницу между страданием и трудностью. Трудность означает, что мне жить стало тяжелее, но при этом на сердце хорошо. Страдание означает, что происходит что-то плохое, несправедливое, неправильное. Это вызывает страдание. Таким образом, когда человек разбирается в вопросе, что от него зависит, а что от него не зависит, он становится счастливым. Допустим, ребенок имеет плохой характер. Это от меня зависит? Нет. Нет. Это его природа. Иметь плохой характер. Я должен от этого печалиться? Нет, это моя трудность. Это то, что мне Бог дал для исправления меня. Поэтому плохой характер моего ребенка – это моя трудность, и я с этим живу, и постепенно работаю над плохим характером своего ребенка, воспитывая его с тем характером, который у него есть. Это причина страдания? Нет. Это моя трудность. Плохой характер у жены. Причина страдания? Причина, если я считаю, что это несправедливо, но если считаю, что так и должно быть, у меня действительно положена такая жена, это страдание? Нет, это просто трудность. Я принимаю ее характер и живу с ее характером, с каким есть. Все. Мне так положено. Я устроился на плохую работу. Это страдание или нет? Ну, если ты не можешь больше найти никакую работу, у тебя нет денег, ты устроился на эту работу, значит, тебе положено здесь работать. Бог тебе дал такую работу. Это страдание или нет? Нет, это просто трудность. Работай себе спокойно и все. Слушай этот мат, получай маленькую зарплату и молись Богу, чтобы Он тебя простил и дал тебе лучше работу. Видите, в этом мире нет страданий. Есть трудности или легкости. Сдал экзамен, стало легче жить, не сдал экзамен, трудись. Все. Почему же мы страдаем? В чем причина? А мы бунтари. Мы не согласны с Богом. В этом проблема. Мы бунтари. Мы хотим легкой жизни и считаем, что нам больше положено. Больше, чем положено. Вот, допустим, вы здесь собрались. Видите, по вашей судьбе положено, чтобы хорошие люди вам давали вот это все. Концерты, все. Но погода хорошая не положена. И вода не положена. Вот видите, вы как сказали. Вы сказали с неприязнью, с раздражением. Но это же ваша судьба. А? Уже будет плюс 16, скоро. Ну, значит, у вас хорошая судьба получается. Я тоже обливаюсь холодной водой, так же, как и вы. Мне же отдельно воду не подают. А вам дают, а у вас, значит, хорошая судьба. Видите, у всех по-разному. Кому-то дают горячую воду, кому-то не дают. Четыре в семь дают. Но если все в четыре встанут, то тоже не всем будут дают. Видите, как вы сразу все оживились. Я вас разбудил. Вы сидели, спали, я про воду начал говорить, и все проснулись сразу. Видите, смотрите, это очень важно понять. Вот смотрите, страдания возбуждают человека, активизируют. Когда я говорил про вкусный просад, все расслабились в вкусную пищу. Все расслабились, просто сидят и ловят. Когда у человека все хорошо, это нормально. Нам положена такая пища, все нормально. Но как только про воду, раз, все проснулись сразу. Вода холодная. Так что лучше тогда в жизни, холодная вода или вкусная пища? Вкусная пища засыпляет. То есть человек становится сонным, все. А холодная вода возбуждает. Бодрит, вы начинаете активизироваться, выживать как-то. Рано утром встаете пораньше, чтобы тепло. Я ни в коем случае не защищаю то, что здесь холодная вода. Это на самом деле просто определенное нежелание заплатить больше на электричество организаторов этой базы. Несмотря на наши все просьбы. Просто нежелание заплатить больше за воду. Ну это же надо просто деньги платить. И больше электричества давайте. Вот поэтому как бы будем думать, искать где получше, как. Будем думать, что делать. Но в данном случае каждый должен свою как бы брать проблему. То есть для нас это что? Судьба такая. Нашли таких. До этого были примерно такие же. Не с водой, так с чем-то другим нам там фокусы вытворяли. Видите, я должен искать свои проблемы. Говорит, это моя судьба. Что я не могу организовать правильно. А вы попали ко мне по своей судьбе тоже. У вас все хорошо. И у меня все хорошо. Вот и пиктит об этом говорит, что у нас. Точно. Воистину, да, Лидина? Воистину вода есть горячая в обед. Истину глажу вам. Так, если ты заметил в ком-либо ошибку, поправь его кротко. Укажи ему, в чем он ошибается. Как помните, Артем не включил звук. Я очень смиренно. Сказал ему, включи, пожалуйста, звук. Нет, это вы очень смиренно смотрели, как я злился на него. Потому что вы очень кроткие, смиренные люди, а я гневливый. Если твоя попытка остается безуспешна, вини одного себя. И еще лучше никого не вини, а продолжать быть кротким. Интересно знать, что когда человек кротко доделает замечание, он может еще раз кротко сделать замечание. Но внутри он может быть очень твердым. И тогда человек начинает исправляться. То есть внешняя кроткость и внутренняя твердость дают интересный результат. Очень сильный. Но если ты начинаешь снаружи... Я изучал эту тему с позиции науки. Есть позитивное мотивирование, есть негативное мотивирование. Когда ты гневаешься на человека, он быстро все исправляется, но потом он тупеет. Он истощается и уже не может реагировать. Войну летчиков обучали двумя способами. Одних летчиков с помощью тока электрического обучали, как правильно действовать во время экстренных ситуаций. А других с помощью знания, научения. И тех, кого током, они в первых боевых вылетах вели себя лучше, чем тех, которых с помощью знания. Но постеменно тех, которых научали током, они истощились, вымотались и начали погибать уже. А те, которых учили с помощью знания, они не истощались и получили тот же самый навык. То есть, если ты позитивно мотивируешь человека, то выучить его сложно. Нужно много раз ему одно и то же говорить, объяснять. Но навык у него становится сильнее. Если ты негативно мотивируешь человека, то он сразу же выполняет то, что ты хочешь сделать. Но потом он истощается, потому что выполняет он все это насильно, без осознания. Так есть два воспитания, два способа воспитывать детей. Если человек сильно привязан к результату, то требует от детей немедленного исполнения того, что он хочет. В результате дети вырастают тупыми и исполнительными, а может даже и не исполнительными, потому что они истощаются и вообще ничего не хотят делать. Второй вариант. Ты объясняешь ребенку, как правильно, и с любовью как бы пытаешься его обучить этому. Требуется больше сил, но у ребенка потом осознанно все начинает делать в жизни. Понятна система? Вас прямо чувствую, что вы сегодня устали. Первый день после отдыха, такой как отшибленный, мозги отшибленные. Много лекций подряд. Подряд лекций. Зарядку. Зарядку хотите? Все встали. Ручки наверх. Тянемся на толпу. Тянемся, тянемся к потолку. Пытаемся достать потолок. Немножко, ненежко, да, вот так, со всех силы тянемся, вверх. И два литика. Давайте, давайте, тянемся, молодцы. Молодые старички. Это упражнение, увеличение первопрощения, как циркуляцию головного мозга. Видите, картинка проясняется в голове. Достаточно. Следующее упражнение. Попражай. Вверх упражнение. Попражай. Попражай. Носочки вот так. Улучшает сконцентрация. Внимание. Раз, два, два. Устали уже все? Давайте носочки. Раз, два, три, четыре. Ждем трамвай. Молодцы. Так, хорошо. Вот, теперь вот так. Раз, два, три, четыре. Сейчас все тонкие каналы. Продолжение следует... Попражай. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Когда ты бронишь человека и враждуешь с ним, ты забываешь, что люди, твые братья ты делаешься врагом вместо того, чтобы быть его другом и этим самым ты вредишь себе Потому что когда ты перестал быть добрым и общительным существом, каким тебя Бог создал, вместо того стал диким зверем, который подкрадывается, раздирает и губит свою жертву. Тогда ты потерял самую дорогу, свою собственную собственность. Самую дорогую, свою собственность. Ты чувствуешь потерю кошелька с деньгами. Почему же ты не чувствуешь своего убытка, когда ты потерял свою честность, доброту и умеренность? Часто люди, думая плохо, они считают себя правыми. Но невозможно с этим человеком справиться как-то, невозможно с ним совладать, он совсем обнаглел. Начинаем злиться о человеке. И не замечаем, как сами становимся врагами для других. Мы сами становимся врагами, когда на кого-то злимся и не можем простить. Бывает так, что человек уже тебя простил, но ты продолжаешь злиться на него. Это тоже больше враг. Это очень сложная и серьезная тема. Мы заметили, живя в общине, в близких отношениях друг с другом, что периодически люди злятся. И мы заметили, что злятся те люди, которые не занимаются очень глубоко духовной практикой, не находятся в очень глубоких отношениях друг с другом, не учатся прощать, не учатся просить прощения, а ставят свой принцип, который они имеют выше, чем отношения и духовная жизнь. Когда человек свой принцип какой-то ставит выше и пытается его доказать, то это демоническая настроенность, это не божественная деятельность. Она приводит к разрухе, разрушению отношений всему. Часто люди даже с духовной практикой занимаются, ставят принцип какой-то выше отношений. И тем самым оскорбляют всех остальных. Потому что отношения всегда стоят выше принципа. Если ты считаешь, что есть какой-то принцип, объясни его в отношениях, чтобы его все поняли. Если никто не понимает, значит объясни еще раз, еще раз, еще раз. Пока не поймут. Но если люди настроены доброжелательно, они все равно поймут рано или поздно. Но если люди настроены недоброжелательно, не строй с ними близких отношений. Нет смысла, теряет смысл отношений. Отношения нужны для того, чтобы развиваться. Зарождающаяся ссора подобно пробивающемуся сквозь плотину потоку. Как только он пробился, его уже не удержишь. Знаете, как плотину рвет? Появилась маленькая трещинка в плотине. Туда пробивается вода. Когда она туда пробивается, трещинка начинает расходиться. И потом в какой-то момент плотина так и разлетается. Так и ссора. Чуть-чуть злобу утаил на человека. Демонические существа, которые возникают, входят в отношения между людьми, в эту щелку залазят с огромной силой. Потому что им тоже надо как-то выживать. Поэтому, когда человек ссорит, чуть-чуть негатив какой-то держит кому-то, то туда и лезет демоническая сущность, которая потом в этих отношениях раздор сеет. Как вы думаете, раздор, когда между людьми возникает, он кому принадлежит? Этот раздор. Энергия раздора кому принадлежит? Демону, который туда лезет. Правильно. И в этом заключается иллюзия. Люди думают, нет, он виноват в раздоре. Другой говорит, он виноват в раздоре. А виновата сила, которая находится между ними. Кривое зеркало. Да, кривое зеркало. И что делать? Нужно близкие отношения начать строить. И ведок советует начать служить этому человеку. Вот неожиданно взять и начать что-то обзаботиться, а не делать ему пользу. И ты увидишь, что он совсем другой, не такой, каким ты его видел. Есть несколько стопроцентных иллюзий, которые человек попадает в результате незнания того, что это иллюзия. Первая иллюзия, которую я сейчас вам объяснил. Видение, что человек злится на меня, ненавидит меня и не любит меня. Это иллюзия, которая возникает в результате неправильного понимания вещей. Где-то в процентах 20 действительно человек злится и ненавидит. Но в этом случае он просто глупый. И с ним вообще не стоит иметь дел. Потому что тот, кто злится и ненавидит искренне, это просто глупец. Потому что такое поведение не является вообще праведным. И с такими людьми вообще не стоит иметь дела. Ну то есть будете вы с собакой выяснять отношения. Слушай, ты чего гавкаешь вообще, а? Ну давай как-то веди себя по-нормальному. Ну скажи хотя бы одно нормальное слово в жизни. Не виля хвостом. Веди себя культурно. Ну как, это собака, понимаете, а у нее нет интеллекта. Так же человек, который искренне злится, какой смысл с ним что-то выяснять, если у него просто не хватает интеллекта понять, как надо вести себя правильно. Какой смысл? Не имеет значения. Что, близкий не имеет возможности быть и без интеллекта? Мы все без интеллекта бываем периодически. Нам всем отрубают крышу от жизни с близкими, тем более. Там часто силы. Да, очень часто демонические силы входят в отношения между близкими, потому что там сильные желания наслаждаться. Чем сильнее желание наслаждаться, тем более демонические силы входят в отношения. Это естественно. Теперь, если человек не злится, ты ему начал служить, оп, видишь картинку совсем другую, сразу же прям, оп, и поменялась картинка. А вот другой человек, как раз, не такой, как ты им думал о нем. Всегда надо служить. Теперь, следующий вариант. Я влюбилась. Он тоже меня любит, но не подходит, не общается. Не встречается. Если встречается, если любит, то будет подходить и общаться. Нет, он меня любит, но что-то ему мешает. Он тебя вообще не любит. А почему мне кажется, что он меня любит? А когда я подхожу к нему, смотрю мне в глаза, вижу, что как будто другой человек. Когда я думаю о нем, вижу одного человека. Когда подхожу, думаю другого. Это и энергия уже духа любви так действует. Это тоже сумасшествие. Человек или ушел близкий человек, он уже забыл про тебя все. А ты думаешь, что он тебя любит, продолжает. Нет, это дух любви тебя мучает. Он заставляет тебя так думать. Я знаю даже очень интеллектуальных людей, которые в течение многих лет считают, что этот человек продолжает его любить. Я такой случай встречал. Интеллектуальнейший человек. Но он у него такой бзик. Он считает, что этот человек продолжает его любить. Хотя я как бы знал и того, и другого. Я общался, он говорит, я забыл уже этого человека. Все, не помню, не думаю о нем. А тот искренне верит, что он любит. И доказать ему невозможно. Он приводит тысячу доводов, фактов, что вот так. Если даже ему сказать, что он вот так сказал, он говорит, он просто такой скромный. Он всегда так говорит. Мужик поставил бочку с квасом в пустыне. Стоит, идет, караван один мимо проходит, второй подбежал. Говорит, смотрите, бочка с квасом. Те говорят, это мираж. И проходит мимо. Бочка с квасом, это мираж. Видите? Милажи, миражи на горизонте. И кружит, и кружит над нами солнце. Ссора зарождается, начать, начиная служить человеку немедленно. Будет еще хуже потом, еще хуже, еще хуже, еще хуже. На работе часто люди просто ненавидят друг друга, начинают. Годами ссора зарождается, ненависть возникает между людьми. Причина отсутствия духовной жизни. Люди не имеют привычки чистить свое сердце просто и все. Не хотят или не хотят просто трудиться. Я не могу простить этому человеку. Значит, ты демон просто. Если ты не можешь простить, ты демон. Божественно настроенный человек всегда прилагает усилия для того, чтобы простить. Если ты не можешь простить и этим оправдываешь всю злобу, которая вокруг тебя крутится, значит, ты демонично настроен. Все. Так нельзя жить. Надо прилагать усилия для того, чтобы простить. Дополнитель, еще усилия, еще усилия, еще усилия. Пока не простишь. Иначе не будет никому нормальной жизни вокруг тебя. Все будут страдать. Человек властен затеять спор, но не властен подавить его. Ибо спор постепенно вспыхивает все сильнее и сильнее, подобно пламени, не уступающему гасительному действию воды. Так же, как вода все гасит, когда течет, так и огонь, разгораясь, не может укоротиться. Все сильнее и сильнее разгорается. Это Талмуд. Негодует на нас небо за наши грехи. А этот мир может за нас негодовать даже за наши добродетели. Часто люди добродетельные подвергаются зависти. Когда мы грешим, небо, высшие силы негодуют на нас. Люди могут не замечать. Бросил жену, ну все бросают. Выпил, ну все пьют. Но ты за это будешь отвечать. Высшие силы обязательно тебя будут наказывать за все плохое, что ты сделал. Ничто не скроется, не утаится. Никогда. Такого быть не может. Все. Но когда ты делаешь добрые дела, это сразу тебя возвышает. И даже если ты не гордишься этими добрыми делами, все равно на тебя будут негодовать. Это мой опыт. Реально это мой опыт. Я советовался с одним человеком по этому поводу. И он говорит, один великий композитор сказал, говорит, что если ты хочешь, чтобы тебе не завидовали, то тогда у тебя должно быть три без. Ты должен быть безызвестным, беспомощным и бездарным. Если ты не бездарным, то будут завидовать. Если у тебя не безызвестный, то будут завидовать. Не беспомощный будут завидовать. Не бездарный тоже будут завидовать. Если все три без есть, нет проблем. Никто завидовать не будет. И так мир может негодовать на нас, даже за наши добродетели. Представляете, удивительно устроен этот мир. В Талмуде написано. Поэтому внимательно следите за собой. Очень часто, когда мы имеем какую-то специальность, мы очень сильно неприязнью воспринимаем человека такой же специальности. Допустим, я врач. Если кого-то врача, какого-то врача хвалят рядом со мной, то у меня наступает чувство. Мне кажется, что он не такой хороший врач, как говорят. Это называется зависть. Надо в себе ловить это чувство. Если мы проводим фестивали какие-то, то если кто-то проводит такие же фестивали, значит... У них похуже. А у нас получше. Вот. И так далее. Если я жена, и кто-то при мне хвалит жену другого человека, то я не согласна. Понимаете, да? Это называется зависть. Всегда, когда добродетель похожа на мою, но чуть получше, это вызывает зависть. Вот если другая добродетель, допустим, если мне скажут, какая-то девушка замечательно танцует, я скажу, да, да, да. Или вчера я видел, как это крутили. Это же просто шедевр. Человек реально просто красивейший, профессиональный. И исполнение было. Но если бы я сам крутил вот так. Мне сказали, смотри, как классно покрутили. Я бы подумал, это все. Почему? Потому что так действует зависть. Понятно, да? Следите в этом. Надо следить это в себе. Прослеживать эти вещи. Да? А если уже осознаешься, что ты любишь? Служить этому человеку. Служить надо. Так. И пошел служить. А если слушаешь, то ты не любишь? Он тебя тоже не любит, да? Ну ты-то его уже любить начинаешь в это время. Все нормально тогда. Это его проблемы уже. Ты его любишь, а он тебя не любит. Это его проблемы уже. Ты ему улыбаешься, да? А он тебе не улыбается. Ну это же его проблемы. Или нет? Почему? Он тоже завидует. Он же тоже человек. Пожалейте его. У вас одинаковая специальность. Или еще что-то одинаковое. Ну он тоже вам завидует. Ну пожалейте его. Ему тоже так же тяжело, как вам. Он страдает тоже. Лучший язык, тщетно сдерживаемый. Лучшая речь, тщетно обдуманная. Но это не про меня, да? Мне сложно здесь говорить. Постоянно болтаю. Когда ты говоришь, слова твои должны быть лучше молчания. Ну слава Богу. Арабская поговорка. Тогда Петр приступил и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему, нет, говорю тебе до семи. Не говорю тебе до семи. Но до семи жды семидесяти раз. Семидесять умножить на семь. Четыреста девяносто. А потом попробуйте четыреста девяносто раз прощить, а потом посмотрим. Потом все уже хорошо будет. Когда тайно грешит, тот, кто тайно грешит, тот как бы отрицает всевидящего Бога. Тайно, когда человек грешит, он отрицает присутствие Бога. Прямо в сердце. И Господу это страстно не нравится. Он обязательно тебя выставит на показ. Обязательно. Как я, допустим, гневаюсь иногда на своих помощников. Ну никто же не видит. Слушают мои лекции люди, они не видят вообще-то. Ну я прогневался на помощников. А помощники у меня смиренные, они постоянно мне прощают. Простите нас, Олег Геннадьевич. Мы так виноваты перед вами. Но видите, Бог устроил так, что я разгневался при всех. Даже не заметил. Это то, что воля Бога так действует. Чтобы я не гневался в тайне на них уже. Жена карму все обострила. Жена всегда обостряет карму. На катализатор кармы все. Она улыбается такая вся хорошая. Карма обостряет все. Не всегда можно сдержать. Смотрите как. Старший может гневаться. Но он всегда должен правильно выполнять свои обязанности. Младший может нарушать свои обязанности, не выполнять правильно, потому что он младший. Но он никогда не должен гневаться. Тогда будет гармония. Старший иногда гневается, но он всегда делает все лучше всех. Младший иногда делает хуже, но он никогда не гневается. Если младший начинает гневаться на старшего, но делает свои обязанности хорошо, то тогда отношения разрушаются. Если старший не гневается на младшего, но плохо выполняет свои обязанности, в него теряют веру и тоже отношения разрушаются. Поэтому старший должен просить прощения всегда. Если он погнелся, должен сказать прости вместо прощания. Я скажу в этот раз, что просвет не погас. Скажу в этот раз. Понятно, да, система? Старшие, бывает, гневаются. Не в оправдании себе говорю. Просто это трудно не сделать, не гневаться старшим, потому что на нем висит ответственность. Не надо сильно печалиться, если вы гневаетесь. Но старшие, настоящие старшие, это те, которые не гневаются. Это признак уже очень высокой развитой личности. Сила большая в человеке должна быть. Он сжигает грех человека, который только совершил его. Гнев – это что такое? Взять на себя грех, потом его переварить в молитве. А не гневаться на младшего, что значит, что он совершил грех, а ты его переварил уже в сердце и ему сказал по-доброму. Это еще тяжелее. Поэтому родители, если гневаются на детей, они должны просить прощения у них. Прости, Вася, что я тебя обидел. Но если ты опять мне прокинешь кастрюлю, полную еды на пол, то я, наверное, опять разгневаюсь. Верни мне музыку, без музыки и тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Как муслим Магазай Маев, петь невозможно. Никто так не споет. Божественный голос. Божественный голос. Будь правдив, не служи гневу. Давай просящему, ведь он просит тебя о немногом. Святым приблизишься ты, шествия этими тремя заповедями. Будь правдив, не служи гневу, давай просящему. Святость — это удивительное чувство. Это чувство, в котором ты чувствуешь, что жизнь прожита не зря. Святость — это не значит, что ты как бы уже крылышки получил, сейчас взлетишь. Нет, это просто чувство, что ты проживаешь жизнь не зря. Чистота, внутренняя чистота. Знаете, как прибранная комната. Когда ты сердце свое прибрал в жизни, то это чувство очень хорошее. Оно каждому человеку нужно. Не надо бояться в сердце чистоты, прибранности. Не надо бояться. Сердце должно быть прибранным, чистым. Оно не должно быть грязным. Добрыми делами человек прибирает свое сердце. Буддийская мудрость. Все истинные мысли — живые мысли. Живые мысли. Живые означают, отражаются в сердце. Живые. И проявляют свою жизнь в том, что способны питать и изменять судьбу. Истинные, когда истина говорится, она живая, она оживает в сердце. Потом раз, начинает изменять судьбу. Ты смотришь, я уже другой, уже другой человек. Еще другой, еще больше другой. Истинные мысли так действуют. Но изменяются они подобно дереву, они подобно облаку. Облако раз, растаяло, вообще его нет. Потом раз, в другом месте появилось. Мне так не действуют мысли. Маленький росточек пророс, следующий. Потом плоды будут уже, листочки, пошли веточки. Потом раз, плоды. Вот и ты сам уже начал дарить другим. Сначала ты нуждаешься, ты вообще под землей еще раздешь. Тебя не видно. Ты вроде слушаешь, а все то же самое. Ну, блин, и пью, и курю. Все то же самое. У меня сегодня один человек подошел, говорит, Олег Геннадьевич, я все то же самое. Все то же самое. Продолжайте делать, слушать лекции, все будет хорошо. Росточек пошел уже. Он еще под землей. Раз проклюнулся, уже не та же самая. Уже лучше. Потом дальше еще пороснул, пороснул. Раз, веточки пошли. Друзья. Друзья появились, такие же хорошие друзья. Листочки появились. Общение. Ты понял, как общаться в этом круге? Листочки, общение. Потом раз, цветочки. Счастье уже, благости. Ты начал чувствовать, что такое счастье в благости. У тебя уже есть счастье в благости. Потом раз, завязи пошли. Завязи. Означает, что ты начал уже понимать, что такое святость. Потом раз, плоды начали расти. То есть ты уже готовишь кому-то другому счастье. Потом раз, вырос плод, ты другому передал уже это знание. Он съел и уже тоже так раз. У него росточек пошел расти внутри. Благостный. Сначала внизу, потом раз, проклюнулся. Пошел, цветочки, общение. Листики. Близкие отношения. Цветочки. Счастье. И так далее. Все истинно великое совершается медленным, незаметным ростом. Синеком. Истинно великое совершается медленным, незаметным ростом. Очень незаметно все у меня. Олег Геннадьевич, у меня муж Диманюга. А я три года уже занимаюсь благостной жизнью. Я говорю, он неужели не изменился он за три года? Ну, немножко изменился. Начал лекции чуть-чуть слушать. Мясо сказал не готовить ему. Молитву не читает. Диманюга. Я говорю, ну вы же так же изменялись потихоньку. Почему вы его хотите, чтобы он сразу изменился? Очень медленно все меняется. Кто из вас два года слушает лекции? Поднимите руку. Два года. Поднимите руку, у кого два года, кто два года слушает лекции, и у него не изменились близкие люди за это время. Ничего не поменялось у близких людей? У вас ничего не поменялось? Как зовут близкого человека? А? Ни у кого ничего не поменялось? Как зовут? Самый близкого человека вашего? Таисия. Ничего не поменялось у нее? Она добрее не стала. Не изменила свое отношение к вашим лекциям? Отец перестал злиться. Мать изменила отношение к вашей деятельности? Лучше стала относиться к тому, что вы делали? Отрицает. Нет отношений. Но если нет отношений, значит, может и не поменяться человек. Если есть отношения, все меняются. Видите, только один человек поднял, и то нет отношений с родственниками. У всех остальных за два года все поменялись. Два года – это когда такой срок, когда люди меняться вокруг начинают. Никто не может служить двум господам, ибо или одного он будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а у другого не родить. Невозможно служить Богу одновременно и мамоне. Мамоне означает своим желанием. Невозможно. Или ты для Бога живешь, забудь про свои вот эти вот все квартиры, дома, машины. Или будешь думать об этих машинах, они тебя загрызут. Не дадут тебе жизнь. Евангелие от Мефодия. Каждый человеческий поступок тем почетнее, лучше и великолепнее, чем больше он делается в виду будущего. Это прозрение вдаль, это тихое доверчивое терпение, помимо всяких других свойств, выделяют человека из толпы, приближая его к Богу. И каждому делу, каждому искусству приложимо это мерило для определения величия личности. Какое мерило? Каждый человеческий поступок тем прочнее, лучше и великолепнее, чем больше он делается в виду будущего. Будущего. Не настоящего, а будущего. Вот я какие хочу с мужем отношения иметь? Божественные. Божественные хочу отношения. Как с мужем строить божественные отношения? Не хорошее отношение, не доброе, а божественные как строить? Для этого надо поклоняться Богу дома, поставить алтарь и строить с ним божественные отношения. Божественное означает, он меня воспринимает очень возвышенно, я его воспринимаю очень возвышенно. Вернее, наоборот, я его воспринимаю очень возвышенно. И потом, когда-нибудь он меня будет воспринимать очень возвышенно. Когда человек так действует, он становится величественным. Величественный или великий человек тот, который смотрит далеко в будущее, он не смотрит сейчас прямо. Смотрите дальше в будущее В свою следующую жизнь смотрите Не смотрите вот на 5 минут вперед Это не помогает жизни Не интересуйся количеством А качеством-то их почитателей Не нравится дурным людям Это нормально Сынека Если ты хочешь иметь с какими-то людьми дело Смотри на этих людей Если ты чувствуешь, что они возвышенные люди Строи с ними отношения Не очень, ничего страшного Часто люди доказывать пытаются Свою правоту тем, кто недостаточно развит Смотрите внимательно человека Если человек не интересуется возвышенными вещами Не надо ничего доказывать Ищите отношения с тем, кто возвышен Потому что эти отношения Дадут быстрые восходы И те, кто не возвышен Тоже будут вдохновляться Этими отношениями вашими Но если вы будете строить отношения С тем, кто не возвышен Вы погубите свою жизнь Погубите свою жизнь на эти отношения Положите свою судьбу Почему? Потому что человека не заставишь Духовно развиваться Лошадь можно подвести к водой пою Можно нагнуть морду Заставить пить ее невозможно Она будет Не будет пить Не хочет Напилась Все Так и человека Не надо ему ссувать в морду Закон о счастливой жизни Вот так Вот тебе с подписью Олег Геннадьевич Какая ему разница С подписью Без подписи Ему не интересно Это все Не надо Не интересуется Он не хочет развиваться Духовно Одни люди хотят Другие нет Не хочет Он хочет наслаждаться жизнью Он не накрутил попа еще Ему надо славы Он надо нажраться Наспаться Ну что вы ему мешаете Он не хочет так жить Нагуляться Нажраться Наспаться Она накрутиться попой Но ему не хватает такого счастья Вы ему не поменяете Это желание Невозможно Дайте возможность жить Как может Все Но если вы хотите Чтоб он поменялся Включайте духовную музыку Тайно Включайте так Чтоб он не слышал Чтоб тихо играл На уровне подсознания 25 кадр Он будет слушать тоже Пищу освещаете незаметно Будет кушать освещенную пищу И так вы отравите его несчастную материальное существование Вы же отравились сами сюда приехали Некоторые отравились Потому что У меня женщина подходит Такая говорит Где такие рецепты можно взять Я говорю Как где Вот у нас есть сайт Как группа контакты В интернет Там есть Вегетарианские вкусняшки Она такая недоверчивая Что такие же рецепты Как у вас Я говорю Еще лучше Когда смотрит Пошла Она мне не поверила И правильно Потому что С молитвой готовить Нет рецепта Это надо сердце вкладывать Рецепт будет тот же самый Но если приготовить алкоголик Это не будет вкусно Потому что 50% вкуса пищи Зависит от духовной силы Да 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 Кого Мультиварки А что там в мультиварку входит Еда туда входит Хороший ответ на хороший вопрос Ну то есть это Это разные Там переключаются Разные Тепловые режимы Там Да Нормально Нормально отношусь Хорошо А На пару Хорошо Немножко отвлечемся от морали У нас тем более Время уже не осталось Смотрите Самое качественное приготовление Которое только может быть Это приготовление на солнечном свете Лучи солнца Самые лучшие дают Я вам рассказывал Да Уже здесь Солнечные лучи Дают самую лучшую пищу На втором месте Стоит приготовление На топленом сливочном масле Он дает Нектарную пищу Делать Дальше Коровий навоз сухой Дает на третьем месте Пища тоже Нектарная На нем готовят Траведические лекарства На коровий навозе Дальше Породы Благородных деревьев Такие как Там Груша Яблоня Которые дают фрукты Следующее Приготовление на этом Дает нектар Пищу Очень Вкусную Все плоды Плодовые деревья Дальше Значит дикая пища будет Если дикая Вот Дальше Следующее Это просто деревья Стволовые деревья Дают следующий огонь По чистоте После стволовых деревьев Идет кустарник После кустарника Идет Хворост Трава После травы Идет на следующем месте Кабенный уголь После каменного угля Газ После газа Электричество Потом микроволновка Потом ядерно-магнитный резонанс Ну вот это все уже там Это Какой И что там Какой принцип А магнит Магнит Не надо Индукция И Электроволновка Вот это вот Микроволновка Это примерно одно и то же Это отстой полный Сразу разрушает здоровье Полностью Электричество Самый Худший Приемлемый вариант Если говорить О готовке Приготовлении На электричестве То же самый лучший способ На электричестве Готовить Это готовить Двойной кастрюле Где вода Находится в промежутке То есть пища готовится На 100 градусов И она от энергии воды Заряжена электричеством Теплом От электричества Энергия воды Она смягчает Энергии электричества И пища становится Она полностью варится Пищу Картошку накладываете Ничего не чистите Вообще Все сырое 4 часа пища Вот в этой двойной Днем варится Она никогда не сгорает Не перегорает Не переваривается Она всегда Хорошая Потом вытаскиваете Эту пищу Она внешне Выглядит Как будто сырая Кушаете Вареная Все витамины Все сохраняются Полностью Самый лучший способ Готовить На втором месте Стоит Готовить В духовке То есть Электрической Или там Газовой Духовке Не дожаривать Не доваривать Надо чтобы Полусырая пища была Тогда она Сохраняет силу Третий способ Это пароварка На пару готовить Тоже пища Хорошее качество Имеет Четвертый способ Готовить Это вообще без огня Просто салаты Сырое есть Тоже здоровая пища Самый тяжелый способ Готовить Это Во фритюре Жарить Когда вы жарите В масле То это Самая тяжело Перевариваемая пища Получается Такую пищу Можно есть Только по праздникам Сушилки Да Сушить Хорошо Пищу Если говорить Лучше всего Сушить на солнце Нет солнца На втором месте Сушилка Пускай будет Электрическая Вот сушить Пищу В целом Хорошо Сушеные продукты Обладают Самой большой силой Замораживание На втором месте Стоит Засолка На третьем Понятно Да Засахаривание Это консервирование В благости А засолка Это консервирование Уже В страсти Соответственно В невежестве Копчение Это в страсти Мед Нужно На ночь С молоком Нужно Мед Нужно На ночь С молоком Мед А Поднимите руку Кто мед На ночь С молоком Пьет И не спит При этом Значит Вам не надо Вам не подходит Остальные Все спят Ходоки К Ленину Пришли Говорит Владимир Ильич Вы Говорит Все время Нам посылайте В это В голодной Голодающей Поволжье Посылайте Все время Овес Мы скоро Заржем А мы Говорит С Феликсом Матмундовичем Баночку Мод Меда На двоих Сегодня Жахнули И не Жужим Так я Вас Развлекаю Что Вы Не Это На топленом Масле Не надо Готовить Это Очень роскошно Топленое масло Используют Для фитильков Во время Поклонения Богу Огонь Топленого Масла Очищает Сознание Когда Вы Молитесь Вы можете Фитилек С топленым Маслом Сделать Поставить Зажечь Его И Ваши Глаза Будут Наполняться Чистотой Очень просто Берете Ватку Так Вытягиваете Вверх Она Должна быть Тонкая Сверху И плотная Снизу Пропитываете Зажигаете И получился Фитилек Все Очень просто Готовить На топленом Масле А Просто Туда Добавлять Пищу Или Жарить На топленом Масле Круто Ну Полезно Очень Значит Вы нормально Живете Получается На топленом Масле Готовить Благостно Живем Олег Геннадь Хорошо Отопленое Молоко Женщинам Для улучшения Гормональной Функции Лучше всего Полезны Сливки Сливки По утрам Сливки Опа И Оптимизм И не Жужим Да Все Сели Прямо Все Вчера Вам понравился Этот последний Вот Песня С этими Так классно Да Земля Так Поклонение Земле Земля Это личность Знаете Что земля Это личность Женщина Да Полубог Ее зовут Пхуми Пхуми Песню Сколовы Конечно А у нас Ни одной песни Чужой Все наши Все свои песни Олеся Свои песни Поет Сама пишет Сама сочиняет Фантастика Когда такие люди Когда человек Занимается Духовной Практикой У него Начинают Открываться Таланты Разные А мы За них И молимся Возвышенные люди Проснись Проснись И пой Проснись И пой Попробуй В жизни Хоть раз Не Упускайте Улыбку Из Открытых Глаз Очень трудно Увидеть Человека Издали Если Пытай Если Увидеть Пытаешься Издали Не Разглядишь Меня Не Разглядишь Меня Это Не Сон Это Вся Правда Моя Это Истина Смерть Побеждающий Вечный Закон Это Любовь Моя Это Любовь Моя Надо Не Издали Смотреть Ближе Надо Быть К людям К воздушным Ближе Пытайтесь Разглядеть Ближе Ближе Сейчас Мы Включим Возвышенного Одного Человека Все Сели Прямо Я Я желаю всем счастью. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я желаю всем счастья... Я желаю всем счастья... Я желаю всем счастья... Спасибо большое... Я желаю вам всем счастья... Любви... Духовного знания... Всего самого света... В вашей жизни... Спасибо вам за то, что вы с нами... И то, что вы терпите все трудности... Спасибо за субтитры... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому...